В любом возрасте может случиться провалы в памяти. Мы забываем, куда положили ключи или зачем вошли в комнату. Иногда это в порядке вещей, но забывчивость может быть симптомом серьезных заболеваний. Что такое память, ее значение в жизни человека и когда забывчивость становится тревожным сигналом? Рассказывает психотерапевт Екатерина Лян. Если мы будем сравнивать головной мозг с компьютером, то память – это жесткий диск. Собственно говоря, хранилище, где хранится абсолютно все. Но по функциям память имеет четыре удивительные, интересные такие способности. То есть записывание информации на этот жесткий диск. Второе – это хранение. То есть через неделю, если вы запомнили, что 2х2 – 4, через неделю вы будете помнить, что 2х2 – это 4. Третье – это воспроизведение. В тот момент, когда вы вспоминаете, что 2х2 – 4 – это есть воспроизведение сохраненной информации. И четвертая, на самом деле, очень важная функция – это забывание. Очень многие вещи мы забываем в своей жизни, и это хорошо. Представьте, что вы будете помнить все свои завтраки. Представьте, что вы будете помнить абсолютно все подробности каждого своего дня. И все это будет находиться в оперативной памяти каждый день. Будет ли это приносить вам отдых, спокойствие и удовольствие жизненное? Давайте зададимся таким вопросом. Мозг хранит и обрабатывает огромное количество информации. Но у памяти есть пределы. Именно поэтому какие-то факты, даты и события мы запоминаем на всю жизнь. А какие-то – лишь на несколько минут. Узнаем от специалиста о видах памяти. Если мы рассматриваем именно с точки зрения продолжительности запоминания, то у нас есть долгосрочная память и краткосрочная память. Краткосрочная память, как правило, касается буквально часов, суток, момента. А долгосрочная память может длиться десятилетиями. Также нам необходимо понимать, что у нас есть разные виды памяти по способу хранения. Опять-таки, проводя аналогию с компьютером, у которого есть оперативная память. То есть все те процессы, которые прямо сейчас происходят. И есть память, где хранится всё остальное. У нас в психике происходит примерно то же самое. Когда мы находимся в сознании, у нас может быть, скажем так, осознанно до 9-12 предметов, которые мы храним в этой краткосрочной памяти, которая работает прямо сейчас. И также у нас есть долгосрочная память, где хранится всё остальное и вытягивается как необходимые карточки в момент, когда поступит запрос. Вопрос интересующих многих людей. Что может привести к нарушениям памяти? И какие факторы могут способствовать возникновению провалов в памяти? Мы начнём, наверное, с самого распространённого. Самое распространённое – это дофаминовый перегруз на сегодняшний день, дофаминовая перегрузка. Представьте, что человек просыпается, и первым делом, что он делает, он просматривает короткие видео в интернете. Потом он идёт в уборную, смотрит короткие видео в интернете. Потом он завтракает, смотрит или не завтракает, смотрит короткие видео в интернете. И таким образом в его краткосрочной памяти остаётся очень мало пространства для других вещей. И он может забыть, куда положил ключи, где находится какой-то документ, что он печатал начальнику вчера. Не потому что у него развивается деменция, а просто потому, что в его внимании сейчас для этого нет пространства. Это, наверное, самая распространённая причина, скажем так, провалов в памяти, когда человек просто не помнит, куда положил какие-то вещи, не помнит, с кем вчера разговаривал, кого встретил. Но через какое-то время он может это сделать. Также есть такие провалы в памяти, которые действительно являются патологией. И они называются амнезия. Амнезия бывает антероградная, ретроградная и конградная амнезия. Что такое амнезия? Происходит какое-то психотравмирующее, либо в целом травмирующее событие с человеком. И человек забывает, что было после травмирующего события. То есть это антероградная амнезия. Либо забывает, что было до травмирующего события. Это ретроградная амнезия. Или вообще забывает это событие. Вообще забывает, что происходило в день, когда с ним произошла эта катастрофа. Это конградная амнезия. Данные типы амнезии могут сочетаться между собой и возникать одновременно два или даже все три вида. Такое тоже может случаться. Я обращаюсь к вам с проблемой, которая начала беспокоить меня в последний год. Я замечаю, что у меня наблюдаются провалы в памяти, когда я не могу вспомнить детали в рабочем процессе. Приходится все записывать, так как много чего забываю. Это могут быть и поручения руководства, и текущие задания. Все это мешает моей повседневной жизни, работе и вызывает у меня беспокойство. Какую рекомендацию можете дать? Если данное состояние сопровождается прочими беспокоящими моментами, такими как, например, бессонница, нарушение аппетита, нарушение настроения, я бы рекомендовала обратиться к специалисту. Для начала просто к врачу общей практики, к терапевту, потому что, слушая данную историю, возникает много сопутствующих вопросов. К примеру, хроническая бессонница может приводить к подобным проблемам. Депрессия может приводить к подобным проблемам. Различные соматические заболевания могут приводить к подобным проблемам. Поэтому, наверное, самым первым – это обратиться к терапевту, обратиться к врачу общей практики, которые тоже могут, умеют и прекрасно это делают, лечат депрессивные тревожные расстройства в лёгкой степени. И если же врач посоветует обратиться к более узкому специалисту, то рекомендовала бы прислушаться. Рекомендовала бы прислушаться. Также до всех этих походов посоветовала бы обратить внимание на, как изменились за последние два года ваши пищевые привычки, что вы едите, как много вы пьёте жидкости в день, как вы спите, как вообще проходит ваш обычный день. Есть ли в вашем обычном, привычном дне хотя бы маленькое место для каких-то позитивных впечатлений для вас? Как давно вы были в отпуске, как давно вы отдыхали, берёте ли вы работу на дом? Вот все эти моменты, возможно, дадут ключ к пониманию причины и, соответственно, решению проблемы. Провалы в памяти не всегда свидетельствуют о каком-либо заболевании. Быстро сменяющаяся информация усваивается только кратковременной памятью и сохраняется в течение нескольких суток. Примером такого запоминания служит подготовка к экзамену. Большой объём данных усваивается за короткое время и также быстро исчезает из памяти. Нас интересует ещё один момент. Правда ли, что в старости у всех ухудшается память? В целом, можно сказать, что это ближе к правде. Но почему это происходит, тоже нужно понимать. Не только из-за того, что мозг постепенно стареет и утрачивает свою когнитивную полноценность, но очень во многом это связано, например, с выходом на пенсию. Если раньше человек был активен, у него было много ответственности, теперь у него очень однообразные одинаковые дни. И ничто не является наиболее разрушительным для памяти, как однообразие, повторяемость и отсутствие впечатлений. Вообще, головной мозг у человека развивается до 25 лет, как правило. И завершается развитие головного мозга полноценным формированием лобных долей, отвечающих за логическое мышление, за ответственность. И примерно к 25 годам, плюс-минус у разных людей, у человека, как правило, полностью он сформирован. После этого идёт достаточно долгий, длительный, десятилетиями, период продуктивной деятельности человека, продуктивной мозговой деятельности. Однако, это также зависит от генетических особенностей, от образа жизни, от наличия физической активности, от того, что человек ест в течение своей жизни. В какой-то момент у человека начинает меняться метаболизм, начинают всё больше встречаться вот эти генетические ошибки, генетические поломки, которые раньше организмом спокойно переносились. И в целом, так как организм начинает стареть, например, под воздействием вредных привычек, отсутствие движения, в целом достаточно однообразия впечатлений, профессиональной вредности, экологии, стресса, этих факторов очень много. Ну и в целом возраста. Опять-таки, генетических особенностей для кого-то период процветания длится дольше, для кого-то чуть короче. И под воздействием всех этих факторов, когда в целом организм человека изнашивается, также изнашивается и головной мозг. Потому что головной мозг – это не только сам орган по себе живущий, он очень зависит от всех остальных систем. Если все остальные системы начинают страдать, конечно же, головной мозг тоже начнёт это делать. Как правило, данные процессы начинают давать о себе знать у современного человека после 65 лет. Забывчивость считается обычным явлением для большинства людей. Но когда она становится частой, серьёзной и начинает влиять на повседневную жизнь, это может быть признаком стресса, депрессии или других психологических проблем. Когда это состояние становится тревожным сигналом? Наверное, когда человек начинает забывать привычные автоматические действия, которые он всегда умел. Например, человек внезапно забыл, как писать на 2-3 минуты. Человек внезапно забыл, как пользоваться духовым шкафом на кухне. Потом вспомнил. Данный сигнал может быть достаточно тревожным и поводом обратиться к неврологу с целью уточнить природу данных вещей. Также длительные провалы в памяти и нарастающие провалы в памяти с каждым днём становятся всё хуже. Также может быть поводом обратиться к специалисту, потому что необходимо помнить, что, скажем так, нарушения памяти характерны не только для таких проблем, как деменция. Нарушения памяти очень характерны для депрессии. И, может быть, мы имеем дело с манифестом депрессии, может быть, стоит её подлечить и восстановиться по всем фронтам. По данным Всемирной организации ВОЗ, в настоящее время в мире насчитывается более 55 миллионов человек с деменцией. При этом каждый год происходит почти 10 миллионов новых случаев болезни. Деменция – это нейродегенеративное заболевание, которое характеризуется постепенным снижением памяти, вплоть до забывания базовых моторных навыков, как дышать, как пить, как есть. Как правило, деменция начинается в позднем пожилом возрасте, это 65+, 70+. Очень немаловажным фактором является генетическая предрасположенность к данным заболеваниям. И на сегодняшний день это является таким проградиентным расстройством, то есть с каждым годом оно становится всё тяжелее, всё больше усугубляется. Одно из самых распространённых типов деменции, потому что их достаточно много, это болезнь Альцгеймера. Есть достаточно данных, говорящих в пользу того, что чем больше, чем обширнее у человека багаж знаний, навыков, умений, впечатлений в течение жизни, тем медленнее будет протекать болезнь Альцгеймера, тем медленнее она будет, грубо говоря, пожирать память человека. Просто потому что вот такой багаж съесть труднее, чем вот такой багаж. Поэтому, наверное, одним из видов профилактики является накопление багажа. Также очень хорошо влияет на человека позитивные впечатления, общение с близкими людьми, ощущение нужности, ощущение причастности к сообществу, семье, в которой находится человек, ощущение, что в нём нуждаются. Это какой-то уровень ответственности, деятельность, физическая активность регулярная, это достаточный уровень гидротации, то есть человеку необходимо пить достаточное количество жидкости, полноценное питание. Всё это в комплексе может очень-очень хорошо помочь в предотвращении либо замедлении течения любых типов деменции. К сожалению, на сегодняшний день такого, скажем так, этиотропного лечения, то есть того, что вылечит причину раз и навсегда, пока не разработано. К сожалению, память нас подводит раньше, чем мы и ожидали. Но с этим можно бороться. Тренировки для мозга работают по такому же принципу, как тренировки в спортивном зале для мышц. Послушаем советы психотерапевта по этому поводу. Первый шаг – это снизить дофаминовую нагрузку. Если у нас дофаминовый перегруз, если мы постоянно находимся в состоянии потребления информации, нам будет трудно делать эти упражнения. У нас в целом не будет хватать ни терпения, ни внимания, ни желания их выполнять. Поэтому первый этап – это снизить количество потребления информации в день по возможности. Вторым этапом мы можем уже добавлять упражнения. Какие упражнения это могут быть? Стандартное избитое разгадывание кроссвордов. Это может быть осваивание новых навыков. Любой новый навык – это новая нейронная цепочка в головном мозге. Если вам 60 плюс лет, и вам захотелось научиться играть на пианино, прекрасно, это великолепный навык, развивающий как моторику, так и психоэмоциональную сферу. Это приготовление блюд по новым рецептам. Это выполнение привычных моторных действий необычными способами. К примеру, вы всегда чистили зубы правой рукой, а теперь чистите левой рукой. Вы всегда привыкли протирать стол, к примеру, вы левша, вы привыкли протирать стол левой рукой, а теперь попробуйте правой рукой. Уже одно это заставит ваш мозг выстроить новую нейронную цепочку. Тут надо помнить, что на первое время это будет достаточно трудно, достаточно неприятно, непривычно. Но это и нормально, потому что мозгу трудно протаранить себе новый нейронный путь. Но оно того стоит. Если вы получаете удовольствие от решения математических задач, от осваивания квантовой физики, прекрасно. Вперед! Это наиболее абстрактные вещи из возможных абстрактных вещей. Действительно прекрасно развивает когнитивные способности. Если ваша сфера интересов больше лежит в изучении иностранных языков, то есть на самом деле прекрасно всё, что непривычное, новое и приводит к развитию новых навыков. Мы очень часто воспринимаем все наши способности как должные и начинаем ценить нашу память, наше хорошее настроение, только когда мы начинаем их утрачивать. Поэтому, пожалуйста, давайте начнём заботиться о всём том, что у нас есть, и приумножать всё это прекрасное уже сейчас с помощью здорового образа жизни, сбалансированного питания, позитивных впечатлений и развития новых навыков. Некоторые взрослые и успешные люди пытаются скрыть изменения в своём состоянии, боятся показаться беспомощными и больными. Они не сообщают близким о проблеме, а когда окружающие обращают внимание на забывчивость, объясняют рассеянность и плохую память обычной усталостью. Таким поведением человек делает себе только хуже. Современные методы лечения позволяют остановить процесс даже в тяжёлых случаях. Поэтому не теряйте время на сомнения. Ваш мозг не однолинейный. Будьте умнее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok